Добрый день, уважаемый Борис Сергеевич, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен иммунотерапии в амбулаторных условиях. И перед тем, как я начну, я бы хотел сказать несколько слов по поводу иммунотерапии в онкологии. Свой доклад я попытался раскрыть в призме клинического онколога в амбулаторном звене. И иммунотерапия – это огромная область, которая уже заняла свое устойчивое место в системном лечении злокачественных образований. И я буду говорить о иммунотерапии чекпоинт-ингибиторами. Надо сказать, что эти препараты обладают совершенно отличными осложнениями от привычного нам химиотерапевтического лечения. Основной принцип действия этих препаратов заключается в том, что препараты блокируют определенные рецепторы. Это PD-L1 рецепторы, это L4 рецепторы, которые позволяют иммунитету нашему и иммунитету пациента видеть эту злокачественную опухоль. И иммунотерапия настолько с каждым годом становится применение иммунотерапии все шире и шире, что в профессиональном сообществе уже появился термин как PD-LOM, то есть потенциально чувствительные опухоли к PD-L и PD-1 ингибиторам. И если раньше PD-L1 ингибиторы – это были привилегия каких-то научно-исследовательских центров и институтов или были доступны в рамках клинических исследований, на данный момент они широко распространены и распространяются и обеспечиваются в регионах, что обязывает нас, как сказал пресс-секретарь нашего президента перед сегодняшним выступлением, большое количество обращений обязывает нас к большой работе. Вот и нас, клинических онкологов в амбулаторном звене, распространение показаний применения этих препаратов обязывает к большой работе. Так, препараты, которые зарегистрированы на данный момент в нашей стране, это пембролизумаб, неволумаб, здесь показаны нозологии, при которых он применяется, и режимы введения. Нужно сказать, что также препараты от элизумаб, это PD-L1 ингибитор, и CTL-4 ингибиторы – это эпилемумаб. Основными принципами введения препаратов – препараты можно вводить амбулаторно. Необходимо, естественно, личное присутствие врача во время инфузии и осведомлённость врача, умение работать с этим препаратом и знание его механизма действия. Важный этап – препараты не требуют при медикации, как, например, при химиотерапии. Препараты разводятся в физрастворе в 250 мл. Режим введения обычно 60 минут. Такие особенности являются, что эти препараты вводятся через фильтр 0,2 мкм. Основные противопоказания для чекпоинта ингибиторов – это детский возраст, кроме эпилемумаба, он разрешён с 12 лет, гиперчувствительность к компонентам препарата, аутоиммунные заболевания в активной стадии, нарушение функции печени и почек, беременность, период лактации. Ну, само введение препарата, да, ввели препарат, хорошо. Дальше нужно остановиться на осложнениях, да. Осложнения носят совершенно противоположный характер с теми, с которыми мы встречаемся при химиотерапии, потому что для химиотерапии мы, для основных групп препаратов у нас есть определённые осложнения. Сегодня мы знаем, что при поклитокселицис, плотине, ну, препаратах платины – это там полинеиропатия, гематологическая токсичность, при второперимединах – это диарея, кожная токсичность. Здесь осложнения препаратов носят аутоиммунный характер. Более того, пока не разработано предиктивных каких-то маркёров к тому или иному препарату, чтобы мы могли ждать, с какой локализацией будет это осложнение. То есть осложнения могут быть в любом системе и органе, и носят они аутоиммунный характер. И лечение подразумевается такой же, как аутоиммунное заболевание. Здесь на этом слайде представлен спектр осложнений. Спектр осложнений нас заставляет делать определённый объём обследования перед терапией. Он указан на слайдах. Мы смотрим клинические и биохимические анализы крови, КГ, чтобы потом контролировать кардиотоксичность, ТТГ, Т3, Т4 – это минимальный объём. Кроме того, в центре, в котором проводится иммунотерапия, в больнице, у самого доктора, который проводит иммунотерапию, должно быть в распоряжении как раз в том числе мультидисциплинарная команда. Она может быть не в центре, она может быть… Доктор должен знать каких-то специалистов, которые знакомы конкретно с этими препаратами, с этими осложнениями, потому что иногда, конечно, клинический онколог не может до конца адекватно скупировать осложнения. Ещё важный момент. Опять же, через призму амбулаторной службы, амбулаторного отделения мы ввели препарат. Пациент введения препарата перенёс удовлетворительно. Хорошо, всё хорошо. Инфузионных реакций не возникло. Но надо понимать, что иммуно-посредственные нежелательные явления могут возникнуть в любой промежуток времени. То есть на следующий день, через неделю, через год после введения препарата может возникнуть. Для этого перед началом амбулаторопии необходимо тщательно проговорить с пациентом все возможные варианты осложнений. И самое главное – информировать о том, чтобы он незамедлительно информировал лечащего врача о возникновении осложнений. Потому что чем раньше мы узнаём о том или ином осложнении возникающем, чем раньше мы начнём лечение, тем менее выражены они будут и менее длительные. Это нужно понимать. Опять же повторюсь, осложнения не носят периодический характер, как перед химиотерапией. Перед химиотерапией провели, в течение 4 недель ничего не произошло, вряд ли что-то произойдёт через 6-8 недель. В иммунотерапии после одного введения может возникнуть кожная токсичность, гепатит, всё что угодно, даже через год после окончания, например, терапии. Здесь я представил на этом слайде ресурс. Это Росонко-Веб, русско. Любой доктор, который ведёт амбулаторный приём, занимается иммунотерапией, если у него есть интернет в компьютере, он может зайти, открыть. И здесь я только по алгоритму терапии нежелательных иммунопосредственных явлений со стороны кожи отразил. Для примера. Для каждой нозологии здесь уже у нас прописаны чёткие алгоритмы действий. Как действовать в той или иной степени? Обратите внимание, что здесь используются глюкокортикоиды. как раз ещё раз подтверждают иммуногенность всех этих реакций. Спасибо за внимание. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...